Страх себе переводи, и все слабости свои будешь крепко, много расстоять. 19-й всероссийский турнир по борьбе самбо, посвященный памяти заслуженного тренера РСФСР по самбо Сергея Ивановича Тропинова, вновь собрал спортсменов со всех уголков России. Наш турнир 19-й, и он год от года только множится, а это значит, что он по-настоящему был организован от чистого сердца друзьями и нашим руководством района. Так будем же мы с вами достойной памяти, спортивной памяти наших товарищей, именем которого назван турнир и за спецпризы, которых сегодня вы будете бороться. Они отдавали все силы для того, чтобы развивался наш любимый вид спорта. Сергей Иванович Тропинов служил в нашем УВД инструктором по боевой и физической подготовке. Большие силы он отдавал тому, чтобы научить наших милиционеров тому, чтобы заступая на службу, они умели грамотно и правильно применить те способности, которые он им прививал, для защиты себя и защиты жителей нашего района. Тренера – это те люди, которые всю свою жизнь посвятили любимому делу. Сергей Иванович тоже был такой же человек, который отдавал все силы любимому делу. В нем удивительно сочетались и силы, мужество и огромная доброта к людям. На этом турнире учреждены специальные призы памяти заслуженного тренера России Альберта Астахова и командира Сергея Посадского ОМОН Дмитрия Маркелова. Нам очень приятно, что уже много лет проводится турнир, и уже 15-й год утвержден приз памяти нашего командира. Нам очень приятно, что таким образом уковечена память нашего командира, что помнят о нем до сих пор, и помнят еще долгие годы. Участникам соревнований хочется пожелать побед, спортивных достижений. И борьба началась. В первый день соревнований на двух коврах боролись спортсмены четырех весовых категорий. 68, 74, 82 и свыше 90 килограммов. За спортсменов болели их друзья и тренеры. Сергей Авдонин, мастер спорта международного класса, тренирует сейчас ребят в МГТУ имени Баумана, а когда-то выходил на ковер вместе с Тропиновым. Наша знакомство где-то состоялось в 1973 году. Он приезжал к нам, я сам как бы из Матич, и они вместе с Альбертом, Астаховым, с Маргеловым и Сергей Иванович приезжали к нам на совместные тренировки. Ну так же и мы сюда, в Сергеев Посад, приезжали к тренировке. Более плотные знакомства, так сказать, дружба наша состоялась уже в Майкопе, где мы готовились к спартакиаде народов СССР. Вот, у нас там были сборы, сборная России, тогда это как бы был субъект федерации, где и я, и Сергей Иванович, так сказать, вместе тренировались и готовились. Ну и как бы состоялся, когда первый турнир, когда Сергей Иванович, как бы его не стало, я и сам выступал на первом турнире в память его, и даром, по-моему, 74 килограмма занял второе место. Борьбой самбо интересуются во всем мире, поэтому наши тренеры не раз ездили за рубеж. Ну в Вашингтоне я был когда, да, в 92-го, по 94-й год я там так же тренировал, вот тогда еще только входило самбо, вот, я тренировал только в посольстве ребят, вот, детей. А потом уже вот в Уругвайе так же интересовались борьбой, и не только борьбой самбо, но и боевым разделом самбо, который тоже там начал сейчас очень здорово культивироваться. Кстати, в Корее был наш тренер Астахов Альберт Михайлович, которого мы все очень помним, мы его воспитанники, поэтому вот там тоже очень сейчас большой такой толчок получился. Большой толчок будет в развитии самбо, только когда, мне кажется, когда будет этот вид спорта введен в Олимпийские игры. Ну а в нашем районе борьбе самбо всегда уделялось много внимания. Поддерживает его и районная администрация. Во-первых, хотелось бы выразить огромную признательность организаторам, родным и близким Сергея Тропина и Дмитрия Маркелова, также Альберта Астахова, за такое прекрасное мероприятие. Прежде всего, администрация района всегда поддерживала и будет поддерживать данный турнир. И хотелось бы отметить, что турнир памяти Тропину – это визитная карточка сергиево-посадского спорта. Осознавая значимость самбо, финансовую поддержку оказывают турниру и предприниматели. Среди них и Вячеслав Ковтун. Турнир, который имеет большое значение для развития спорта в сергиево-посадском районе, в городе сергиево-посад. Это дает возможность привлекать сюда спортсменов довольно-таки серьезных на этот турнир. Естественно, наши ребята точно так же подтягиваются за этим уровнем. Ну и надо отдать должное, прежде всего, организаторам, это Семенову, тренеру, который заразил всех нас вот этим вот отношением к спорту. В любой борьбе кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Но, как говорят сами спортсмены, в любом случае, каждый раз это возможность научиться чему-то новому. Занимаюсь у Семена Александровича, точнее, занимался. Сейчас, ну, как бы, тренирую в основном детей. Вот здесь просто выступить, побороться, не забрасывать вид спорта. Вот, не хватает выносливости. Вот, сделал вывод, сейчас проиграл свадку, выиграл, выиграл. Не хватило немножко выносливости. Вот. И при этом, ну, без тренировок не будет побед. Поэтому нужно, чем больше тренируйтесь, тем будет лучший результат. Дмитрий Коробкин в этот раз выступал за московскую команду, потому что учится в столице, но сам местный. Какие-то новые приемы, новые тактические схемы для себя избираешь в каждой встрече. Вот, также есть мастеровитые соперники международного класса, также опыт, он в любом виде опыт, что смотреть, что бороться. За борьбой внимательно наблюдали гости турнира. Сюда приехал представителем от нашего отряда на турнир, так как он проходит в честь памяти нашего первого командира, Маркелла Дмитрия Афанасьевича. И понаблюдать за схватками, это все интересно очень. Какое растет у нас поколение, будущее и нынешнее. Глядя на этих участников, вспоминаешь, себя вспоминаешь, когда сам тренировался. Но больше, наверное, все-таки смотришь с персональной точки зрения, смотришь, что делается правильно, что неправильно, как бы лучше бы сделал бы я на их месте. Или как наоборот, что-то для себя новое, интересное узнал. Просто все движется, что-то узнаешь нового, какие-то новые движения, новые действия, новые комбинации. Самое захватывающее – это, конечно же, финальные поединки. Кстати, в турнире участвовали 16 мастеров спорта. И вот награждение. Чемпионом весовых категорий 68, 74 и 82 килограммов учреждены специальные призы в памяти заслуженного тренера РСФСР Альберта Астахова, командира Сергиева Посадского ОМОН Дмитрия Маркелова и заслуженного тренера РСФСР Сергея Тропина. Из Сергеева Посадцев третьи призовые места заняли в категории 74 килограмма Игорь Еремеев и Александр Красавцев, а в категории 82 килограмма Дмитрий Коробкин.